Сейчас 4 часа 20 минут. Доброго времени суток всем, кто нас смотрит. На дворе конец июня 2020 года. Земной шар захватил ковид. В это время планировать велопутешествие в Польшу было рискованно. Никто не знал, откроют ли границы. Я никому не говорила о своих настоящих планах, дабы не сглазить, отвечала уклончиво, мол, покатаемся где-то по Прибалтике. Даже Сережа до последнего момента думал, что мы едем в Литву. И только за неделю я ему сказала, что мы все же едем в Польшу. Латвия, Литва, Эстония к началу лета договорились между собой открыть границы, а вот Польша думала долго. И только несколько дней назад поляки дали добро. На всякий случай у меня был запасной вариант. Если в Польшу не пустят, будем кататься по Литве. Но на границе нас даже не остановили. И только тогда я выдохнула. Нашему польскому велопутешествию быть. В Сувалкахе меняем валюту, кушаем и идем в магазин. В магазине в Польше стоим, в бедронке. И вот люди все-таки в масках. В основном ходят в масках, особенно в магазинах. Репортаж с места событий. Мы покушали хорошо по пути. Ехали в душной машине. У нас сломался кондиционер. Поскольку Сережа очень рано сегодня проснулся, мы рано выехали, то его после обеда начало клинить. И мы заехали на парковку. А через дорогу шикарная детская площадка. Сразу возле озера пляжный купательный комплекс. Я спросила местной женщины. Она сказала, что да, это бесплатно. И мы идем туда. На той стороне у нас какой-то костел стоит. Оборудованный пляж с мостиком. Я уже искупалась. Мне просто класс, как хорошо после этого жаркого... После этой жаркой поездки в машине. Наш папа в машине отдыхает. Поскольку мы сегодня проснулись очень-очень рано. Поэтому он не выспавшись. И едет уже носом клюет. Рядом с пляжем оборудованы столики, скамейки, мусорницы. Даже красивые клумбы. Детская площадка волейбольная. Ну, здесь можно перечислять и перечислять. Все это вот тянется туда. Нет, вы посмотрите. Здесь растет клубника. Вот она. Это клубника фигара называется. А она здесь разных сортов. Боже мой, какая прелесть. Множество сортов. Если сосчитать, то этих клумбочек, ну, может быть, в одну сторону и другую, может быть, 30. Сколько здесь стульев, шезлонгов. Сколько скамеек со столами. Здесь бар, ресторан. Можно что-то покушать. И все-таки у нас отпуск. Поэтому, ну, зачем гнать? Мы хотели сегодня доехать до Закопаны. Могли бы приехать к 12 часам ночи. А потом подумали, а зачем и кому это надо? Зачем гнать, если мы можем просто расслабиться прямо в дороге? Это такая нестандартная ситуация для нас. Потому что всегда практически мы гонимся за километрами, чтобы быстрее, подольше, побольше проехать. А на самом деле зачем? Если можно вот так сидеть на скамеечке и загорать. Говорят, что здесь клубнику можно даже срывать. Прямо с кустика. Ты тоже кушаешь? Наш папа тоже проснулся. Я его разбудила. Ну, 20 минут и 30 он полежал. Немножко пришел в себя и пошел купаться. Сейчас дойдем до Варшавы. Я думаю, что не уснем теперь. Удивительно. Наверное, мы так в купальниках и поедем. Здесь даже туалеты есть рядышком на парковке. А мост клепанный. Возможно, даже что-то мост был когда-то. Сегодня мы заночевали в роддоме. До Закопана осталось немногим больше 300 километров. Мы приближаемся к польским Татрам. Вид за окном становится живописнее. Теперь стоит рассказать, куда и зачем едем. Когда я начинала строить маршрут, то сразу подумала о Гринвелла. Этот известный польский маршрут протяженностью примерно 2000 километров берет свое начало в северном Эльблонге и заканчивается в местечке Коньске на юге. Я планировала проехать по южному участку Гринвелла, так как он показался более интересным. Но все равно что-то внутри меня не устраивало. И когда маршрут был полностью готов, мне на глаза попадается информация о веломаршруте Велодунаед. Я никогда о нем не слышала. Но понимаю, это именно то, что нужно. И начинается маршрут в курортном городке Закопаны, где мы были 7 лет назад и куда всегда хотелось вернуться. За два дня планы кардинально меняются. И вот что у меня нарисовалось. Мы стартуем в Закопаны. Едем по Велодунаец 230 километров до Вислы. Красная линия это Вислинский веломаршрут. И мы его тоже захватываем. Дальше вдоль Вислы доезжаем до Сандомира. И встаем на официальный маршрут Гринвелла. Того самого Гринвелла, куда я и планировала ехать изначально. Все сложилось как нельзя лучше. Вот только Словакия закрыта до 1 июля. А у нас часть маршрута проходит по ее территории. И мы решили пару дней погулять в Закопаны. Благо там есть чем заняться. Мы наконец доехали до Закопаны. Но еще 2 километра осталось до гостиницы. Мы кушаем, потому что с утра не ели. У нас такое красивое блюдо. А еще у нас сегодня день свадьбы. Я, Сережа, поздравляю с этим днем. Отпуск начинается. Отпуск начинается. Мы поселились на окраине Закопаны. Закопаны. Очень милое место. Тихое, вдали от основной шумной трассы. Это у нас столовая. Кухня отдельно. Очень приличная, современная. Все есть. Полностью набор посуды. Овцы пасутся в горах. И пастухи обычно одеты в такую одежду национальную. Очень все красочно смотрится. Вот. Можно сидеть здесь. На западе Украины. Гуцулов можно встретить. А здесь живут гуральцы. То есть гуральская кухня. Гуральский стиль. Вот этих домиков. Действительно, здесь очень спокойный район. Если кто-то будет в Закопаны, то я очень даже рекомендую именно эту виллу. Хотя таких вилл здесь много. Все ухожено просто перфектно. Даже боишься порой что-то уронить. Бумажку какую-то уронить. Мы два дня находимся здесь. Мы хотели все-таки подняться на Гевант. Но Артем перед поездкой подвернул очень сильно ногу. Даже так, что именно его участие в поездке было под вопросом. Ну и вот вид с нашего окна. Я хочу показать Гевант. Вот он. Если на него смотреть. Вот как бы туловище. И вот там за деревом голова. То есть это спящий рыцарь. У него там на голове крест большой. 15 метров, по-моему. Его установили в начале 20-го столетия. Вот мы хотели подняться именно на Гевант. Потому что Гевант является символом Закопаново. На фуникулёре туда нельзя. Ну что, мы немножко оттопнули дома. И выехали в город. Поедем сейчас. Посмотрим рынок. Оказывается, в Закопаны есть парк. Мы раньше не были в нём. И даже велодорожка, по которой мы едем. Вот он, Гевант. Я не могу пальцем показать. Осцепик. И он делается из натурального молока овечьего. Здесь есть из козы. К этому сыру обязательно придается вот такое варенье из журавины. То есть это из клюквы. И делают этот осцепик на гриле. Очень вкусно. Это тоже визитная карточка. Можно сказать Закопаны. А сейчас мы находимся на главной улице. Которая есть в каждом городе, я думаю. Такая же главная улица есть. И в Закопаны. И называется она Круповка. Прямо рядом с главной улицей протекает речка. Очень колоритное здание. Это всё атмосферно выглядит. Очень красивые лошади. Доброе утро. Еще полчаса назад Геванд был красиво освещен солнцем. А сейчас вот что творится. Так что, как мы попадем на Каспра вверх, даже не знаю. Может придется планы менять. Через час совершенно другая картинка из окна. Восемь часов утра. Уже и солнышко было, и дождь прошел. Геванд, просыпайся. Посмотри, какая погода хорошая. Ну, может, мы всё-таки сегодня поднимемся на Каспра вверх? Может, нам погода позволит? Пожалуйста. Мы всего здесь два дня. У нас нет времени ждать. Так хочется всё-таки с высоты посмотреть и на Закопаны, и на другие горы. Собрались сейчас ездить еще раз в город на рынок. Вчера мы приехали уже к закрытию. Купили только знаменитый сыр Ост-Ципек. Здесь пожарили его на сковородке, пили пиво и заедали сыром, но он оказался очень соленым. Вот. А сейчас нужно поехать на рынок каких-то сувениров на купить, потому что потом у нас не будет возможности это сделать. Хотела показать свой новый велосипед, электробайк, поскольку вот проблемы были с коленом. Но пока не знаю, привыкаю к нему. На самом деле моя Мерида мне роднее. Вот. Здесь вынос что-то высоковато для меня. Ну, короче, привыкаю к посадке, ко всему. Какой приятный парк. Здесь классно погулять. Все-таки Губаловка, центральная улица, меня вчера расстроила. Потому что там очень много людей. Все, ушли с рынка. Купили девять пар обуви кожаной. Ну, это тапочки, конечно. Да, на минус первый. Минус первый. А вчера мы не знали про лифты, бегали через дорогу без пешеходного перехода. И рисковали. Да. А то все для людей просто. А то все для людей. Мы просто такие темные. Мы снова на улице Круповки. Главная улица. Сегодня воскресенье, много людей в костел идет. И вот я хочу обратить внимание. Здесь люди почти все без масок. Как будто никакого коронавируса и нету в Польше. Хотя, по сравнению с Эстонией, в Польше гораздо больше зараженных. Жара. Белые медведи ходят. Можно? Нельзя? Бедная собака испугалась. Не отходя от рабочего места, лошадка кушает. Буральская архитектура. Вот такие киоски-повозочки. Симпатичные. И продают сыр Ост-Ципек, который едят обязательно с вареньем. Вчера мы купили, он оказался очень соленым. И действительно, вот хотелось варенье туда положить. Клюквенное сладкое варенье. Ну, молодцы. Очень хороший вид. Закопаны на фоне Геванта. Ну, просто здорово. Вот в таком районе мы живем. Это наша вилла. Вдали от центра. Здесь очень спокойно. Я зацепила палки. Вроде бы держатся нормально. Палки куплены 7 лет назад в Польше. Мы с ними ходили по горам. И сейчас мы тоже собираемся идти по горам. Ну, как идти? Мы едем на фуникулёре. Артём, отцепись от этого телефона. Нет, ну, у нас один-единственный ребёнок. Нельзя так детьми разбрасываться. Нельзя. А, да. Дай ручку папе. А, да. Дай ручку папе. Да, ещё немножко, как папа будет. Ну, вокзальная площадь, как во многих маленьких городках, она такая немножко занюханная. Кузница – это место, откуда фуникулёр нас поднимет на Каспро вверх. Водитель едет в маске. А вот все, кто зашёл в автобус, все без масок, мы тоже. Кузницы приехали на вот таком рейсовом автобусе. Их здесь много. Можно и отсюда уехать. И билет стоил 3 злотых. И вот это станция кузницы, куда мы должны подняться и выяснить, как же мы поднимаемся. Поскольку билеты мы будем покупать не здесь. Мы покупали через интернет. Во-первых, это может быть дешевле. С другой стороны, самое главное, вы не стоите в очереди. Очередь может растянуться здесь от 2 до 3 часов. Это в те дни, когда хорошая погода. Ну, конечно же, какой смысл подниматься наверх, если на улице дождь и вы, поднявшись наверх, ничего не увидите. Кузницы. И на фуникулёры мы поднимаемся. Вот одна остановка и потом следующая на самый Каспро вверх. Конечно, самое интересное, да. Это подняться туда, а потом уже спускаться по разным маршрутам. Они обозначены разными цветами. Опускаться туда, к долине, где озёра. Или идти к Геванту. Это в эту сторону. Или по верхушке пройти. По верхушке. Да, по верхушке. Свинница – это самая высокая здесь. Вот на этом хребте самая высокая вершина. Туда все идут. Но мы не успеваем. Учитывая, что у Артёма Коленко, мы, конечно, будем спускаться обратно на фуникулёры. И у нас наверху есть всего лишь час сорок, по-моему. Мы можем погулять по хребту. Здесь все одеты в спортивную обувь, трекинговую, с палками ходят, с рюкзаками. Потому что в закопанной, конечно же, можно посетить термы, сплавиться по речке, можно, конечно же, гулять по городу, посещать всякие аттракционы. Но самое главное в Татрах польских – это хождение по горам. Поэтому здесь и мал, и стар – все ходят по горам. Это очень увлекательно. Я вас приглашаю сюда. Вот здесь даже табличка, что покупайте билет заранее и не стойте в очереди. Конечно, сейчас очереди меньше, скорее всего, из-за коронавируса, но и из-за погоды, которая непонятная. Маски доставай. Маски доставай. Да, маски. Я не могу. Артём, помоги папе. Можно заразать. Вынимать людей, то можно их заразать. А, можно. Дуже-дуже. Можно. Дезинфекция рук. Обязательно. Вот туда хотим. Да, мы вот на ту гору хотим. Сейчас вот наша кабинка спускается сверху. Пойдёмте, а то мне надо ещё билеты пробить. О! Все прошли. Во времена коронавируса можно максимально 30 человек. Это мой говорю вам помните. Longline метод machine с картой видом в своей комнате. Презар мы 1920 косметр,iatок видом пролет росимов. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Гевант! Какая погода замечательная! Сегодня у нас последний полный день в Закопане И мы едем в Хохловские термии Мы хотим просто расслабиться перед велопутешествием Мы приехали в место назначения Это Хохловские термии Здание очень новое Всего несколько лет как открылось И нам посоветовали именно эти термы Хотя в районе Закопана еще есть несколько Можно ехать и в Словакию Пойдем посмотрим, что там Надеюсь, мне удастся там что-то снять Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Очень хорошо у нас сегодня получилось сходить в термы Посмотрите, какая погода Вообще нас накрывает просто туча Уже дождик идет И сегодня Сереже на телефон пришло штормовое предупреждение Это поляки Я знаю, в других странах тоже Есть такое, в частности в Германии Отслеживают, где кто находится И было предупреждение, что будет очень сильный ветер Сильный дождь И выйдут опять реки из своего русла Все, лимон в машинку Мы реально успели буквально в последние минуты убежать отсюда Термы нам понравились, да? Слушай, понравились Я даже на Горке на одной была Хотя я трусиха жуткая А еще что понравилось? Молния Да, молния Гром, молния Это просто жесть И Сереже пришло второе предупреждение О грозах, ливнях, выходах рек из своих русел Я не знаю, что будет Посмотрим Надеюсь, завтра нам удастся уехать На велосипедах Субтитры сделал DimaTorzok